Аналитика Олега Соскина в аудиоформате. Сегодня 30 мая 2023 года. Третий раз за сутки произошел массированный обстрел города и Киева. Киевляне вновь были вынуждены прятаться в бомбоубежищах и в киевском метрополитене, пребывая в тяжелейших условиях. Накануне мэр Киева боксер Кличко заявил, что ожидает соответствующих ударов и по Москве, чтобы не только киевляне не могли спать спокойно, но и москвичи тоже ощутили на себе, что такое война. Наконец-то его пожелания были услышаны и удар возмездия беспилотниками был нанесен по Москве и пригороду Москвы. Соответственно, несмотря на работу ПВО Российской Федерации, Б-Пла на сверхнизких высотах достигли намеченных целей, в том числе поразили жилые дома на территории Подмосковья и самой столицы России. И наконец-то хотя бы в какой-то степени дали жителям Московской столицы ощутить тот страх, ужас и неуверенность в завтрашнем дне, которые испытывают жители мирного города Киева. На боксере Кличко подтверждается известная народная мудрость, что кто на что учился, там и пригодился. И на сегодняшний день Киев превратился в кровавое аресталище, в арену гладиаторов. Соперником Киева становится на этой арене Москва. Поэтому и противником боксера Кличко может стать менее подготовленный в этих вопросах мэр Москвы господин Собянин. Готов ли он к этому, может ли он обеспечить реальную безопасность и имеет ли он выдержку для того, чтобы проходить противостояние с чрезвычайно опытным спортсменом-боксером Кличко. На этот ответ мы получим с вами в ближайшее время. Помимо этого, российские власти заявляют о том, что московские аэропорты все еще продолжают свою работу. Однако же этот вопрос тоже очень легко можно поправить. И для этого всего лишь следует повредить диспетчерские башни в аэропортах. Соответственно, россияне смогут в большей мере, жители столицы, хотя бы ощутить то, что ощущают сейчас все украинцы, а именно прекращение авиасообщения на их территории. И полеты за границу, возможность перемещаться в недавно открытую авиационно-грузию, Турцию, на Бали и в прочие такие популярные среди небедных москвичей направления сойдет на нет. Это тоже можно считать частью симметричного удара возмездия, который очень порадует жителей города Киева и жителей Украины в целом. Перейдем к следующей теме. Так называемый руководитель захваченного Крыма Аксенов заявил, что уже у него сформирован список национализированного имущества в Крыму. И в скором времени произойдут аукционы, где с молотка из-за бесценок будут распроданы санаторно-туристические комплексы, предприятия промышленные и прочие объекты, представляющие экономическую ценность. И среди них будут объекты, принадлежащие Порошенко, бывшему президенту Украины, и Яценюку, бывшему премьер-министру Украины, а также другим личностям. Было бы важно, чтобы Яценюк и Порошенко рассказали украинцам, откуда именно и что за имущество принадлежит им и их приближенным особам в Крыму, каким образом оно было нажито, и как им удалось сохранить эту собственность в течение 9 лет, если считать, начиная с аннексии Крыма в 2014 году. Кто прикрывал деятельность таких предприятий, их функционирование, такой собственности на территории аннексированного захваченного Крыма? Каким образом Яценюк и Порошенко все еще связаны и таким образом экономически поддерживают российских захватчиков на территории аннексированной автономии? Общественность ждет прямой и честной информации от этих политических деятелей. Они всегда могут заявить во всеуслышание о своих владениях и своих интересах, и почему они все еще сохранены. В противном случае мы узнаем это обязательно уже от самопровозглашенной крымской власти. С 1 июня Польша закроет движение грузовых автомобилей с номерами Российской Федерации и Беларуси по своей территории. С такой прекрасной инициативой выступил МИД Польши, и она была поддержана другими органами государственной власти. Это будет симметричный ответ Российской Федерации, которая запретила проход польским фурам по своей территории. Таким образом, сделан еще один шаг в эскалации конфликта в сторону открытого противостояния и даже открытой войны между Польшей и Российской Федерацией. Такое закручивание гаек не может продолжаться бесконечно и рано или поздно должно привести к открытой фазе. И Российская Федерация явно готовится к этой фазе. Вспомним недавнее заявление посла Российской Федерации в Великобритании относительно того, что Россия еще и не приступала к массированному противостоянию. И вот Жузеп Боррель, главный в Евросоюзе по международным делам, тоже уже сделал соответствующее заявление о том, что он не испытывает оптимизма по поводу того, как развиваются летние события. и он наблюдает явное желание Московии выиграть в войне и неготовность идти на какие-либо переговоры в противоположном случае. Таким образом, с одной стороны, мы знаем о заявлениях киевской власти о том, что переговоры возможны только в случае победы Украины, полного возврата украинских территорий в границах до 1991 года, а с другой стороны, один из ключевых европейских дипломатов считает, что Российская Федерация, в свою очередь, стремится достичь цели войны и даже победить в ней. Но что значит победа в войне? Это значит деноцификация Украины, то бишь продолжение геноцидной военной деятельности против народа Украины на территории государства Украины, Российской Федерации. Это очень тревожное заявление Борреля, которое может означать, что он уже знает о дальнейшей эскалации ситуации, на которую готова пойти Российская Федерация. Отметим, что Московию всегда характеризовала неистовость в достижении своих целей. Начиная с войны с Наполеоном, Россия неоднократно использовала политику выжженной земли при осуществлении военного противостояния. Она же была использована массово большевиками Красной Армии во время Второй мировой войны. Это означает добровольное сожжение сел, сожжение складов, сожжение припасов, сожжение и минирование городов, чтобы только с одной целью не допустить того, чтобы противоборствующая сторона воспользовалась этим ресурсом. Политику выжженной земли Российская Федерация проводит и на территории Украины. Об этом свидетельствуют разрушенные украинские города, закрытые и разрушенные крупные украинские предприятия. Как пример, назовем трагедии Мариуполя, трагедию Азовстали, разрушенную Бучу, разбомбленный Бахмут, разоренный с севера Донецк и многие другие города и села Украины, которые в своем прежнем виде уже не существуют. Вспомним также населенный пункт Гуляй-Поле, родину Махно, которую также не пощадили российские захватчики. Такая неистовость в захвате и денацификации на украинской территории должна настораживать.